МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости седьмого канала. В студии Евгения Петренко. Главная тема к этому часу. Громкие задержания. Мы хотим, чтобы было лев на руки. Стой. Уходим, руки! 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 На юге края полиция со стрельбой ловила вероятного криминального авторитета, который застрелил человека, а в Красноярске мужчина сломал ногу сотруднику ДПС при исполнении. Беспокойная стройка. Здесь большие грузы будут ходить. Вибрация, все. Мы развалимся. Мы просто развалимся. На Глинке люди боятся, что их дом рухнет из-за того, что рядом собираются возводить новую девятиэтажку. Визит Мизулиной. Ставьте высокие, смелые, амбициозные цели. Никогда не сдавайтесь. Идите только вперед. Прогулка по закрытым столбам и предложение руки и сердца, как еще два дня провела в Красноярске глава Лиги безопасного интернета. Битва топ-моделей. Вот, у нас в Италии замуж и в Италии. Где самые красивые женщины в Красноярске или Новосибирске? Авторы нового проекта решили поставить точку в этом споре. Криминального авторитета задержали в Уярском районе. Он мог убить человека выстрелом в голову. Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в поселке Большая Ирба на дороге около дач. Полицейские установили, что это мог сделать ранее судимый 39-летний местный житель. Разослали ориентировку. Ауди подозреваемого задержали уже в другом районе. Сам водитель был пьян и пытался уйти от погони. Остановить его удалось только после выстрелов в воздух. В следственном комитете рассказали, что мужчина признался в убийстве. Он выстрелил в 50-летнего незнакомца из двухствольного ружья во время конфликта. Как сообщают местные журналисты, подозреваемый криминальный авторитет по прозвищу АШУ. В 2019 году его приговорили к 18 годам лишения свободы за многочисленные преступления. В их числе вымогательство с применением насилия, разбой с причинением тяжкого вреда, угон, кражи и грабеж. Тогда во время очной ставки он пытался выломать решетку, плевался в людей, ругался матом. Освободиться на несколько лет раньше он мог, возможно, через службу в частной военной компании. Закладчик сломал ногу полицейскому во время задержания. Это произошло на улице Третьей Шинной. Автоинспекторы патрулировали город, и их внимание привлек мужчина. На вопрос, есть ли что-то запрещенное при себе, он стал заметно нервничать. Полицейские предложили сдать имеющееся, но тот попытался скрыться. При этом он бросил одного сотрудника через бедро и ударил ногой в область колена. Другому автоинспектору удалось повалить мужчину на землю. Во время обыска у него нашли сверток с белым порошком. При этом выяснилось, что ранее мужчина уже находился в розыске за кражу. К старому делу теперь прибавится еще два новых – за наркотики и применение силы против полицейского. Кстати, по последней статье задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Более точную информацию о характере порошка и его массе установят эксперты. В настоящий момент в отношении правонарушителя собран административный материал по статье 6.8 КОАП РФ и законный оборот наркотических средств. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, применение насилия в отношении представителя власти. Другое задержание произошло прямо в центре Красноярска. В заведении на оперенсона 29 сработала тревожная кнопка. Управляющий бар рассказал, что один из посетителей ведет себя вызывающе. Мешает персонал, у матерницы не реагирует на замечания. Успокаивать его приехали люди в касках и бронежилетах. Правоохранители предложили мужчине проехать в отдел, но тот отказался и попытался убежать. Его быстро повалили на землю и доставили в полицию. Большой кусок штукатурки обвалился с фасада дома на Глинке. Местные жители связывают это со стройкой, которая развернулась в них прямо под окнами. В притыкках к домам хотят поставить новую девятиэтажку. Тем временем люди боятся новых обрушений, ведь по стенам квартиры уже поползли трещины. Подробности у Алевтины Сасовой. Здесь большие грузы будут ходить, вибрация, все, мы развалимся. И уже начали разваливаться, считает Анастасия. От дома, на котором раньше появлялись только мелкие трещины, в один день отвалился большой кусок штукатурки. Обнажившуюся кирпичную кладку женщина увидела утром, когда пошла гулять с детьми. После этого, говорит, трещины поползли еще и внутри дома. Вот у женщины, вот с той стороны, вот у этой угловая комната, месяц назад она ремонт сделала еще раз. Пошли по потолку трещины. Это только пошли они из-за того, что они здесь корни убирали, больше грузы поездили маленько. На прошлой неделе всего в пяти метрах от дома начала разворачиваться стройка. Участок рядом отгородили, начали его выравнивать и расчищать. Тогда же и выяснилось, что почти во дворе жилых домов появится девятиэтажка. Местные сразу начали собирать подписи против ее строительства. Боясь, что старые коммуникации не выдержат новых подключений. У нас и так канализация не справляется с нашими домами, да? А если вот эту вот девятиэтажку 96 квартир подключат, то есть, соответственно, мы будем плавать, понятно в чем. Еще одной проблемой люди называют нехватку школ и садиков в районе. Несмотря на то, что ближайшие находятся всего в пяти минутах ходьбы, водить туда своих детей не могут даже местные жители. Говорят, что просто не хватает мест. Школа не потянет столько народу. Естественно, с таким большим зданием, высоким зданием, естественно же, детям не будет места. Мало того, что нашим не хватает, еще и эти детки должны будут страдать. Также и в садике. Я считаю, что у нас усугубится, намного усугубится ситуация. Лишний хлопоты стройки могут добавить и грунтовые воды. Каждый год они топят подвалы ближайших зданий. Именно из-за них, как считают местные, новый дом на этом участке не построили в 2016 году. А ведь хотели. В департаменте градостроительства говорят, раз застройщик получил разрешение, значит и с землей там все в порядке. В 2016 году компания получила разрешение на строительство. По каким мотивам до сегодняшнего дня компания не вела строительство, департамент градостроительства не может сказать. В любом случае, прежде чем получить разрешение на строительство, проводилась экспертиза, в том числе и проводилось изыскание грунта. Места в школах и садиках тоже якобы есть. А вибрации, которых опасаются местные, быть почти не должно, потому что застройщик не станет вбивать сваи, а сделает фундамент ленточным. Разрешение на строительство ему выдали до 2026 года, а значит уже через несколько лет на участке может вырасти новая многоэтажка, если обращения местных жителей в прокуратуру и администрацию не принесут результата. Права всех дольщиков будут восстановлены до конца года. Об этом сообщил губернатор края Михаил Катюков. Он лично оценил ход строительства на одной из самых проблемных площадок на улице Караульной. Там новый жилой комплекс из четырех домов возводят уже около десяти лет. После банкротства первого застройщика к возведению коммунального комплекса подключились краевая власть и фонд развития территории. На прямом эфире в апреле этого года к губернатору поступило больше ста обращений от дольщиков этого ЖК, которые устали ждать заселения в свои квартиры. Вместе с Михаилом Катюковым на объекте побывала инициативная группа будущих жильцов. В этом жилом комплексе возводятся четыре многоэтажки по 240 квартир каждая. 924 квартиры будут переданы дольщикам. Сейчас готовность домов составляет 90%. Уже подключены лифты, проведено ввода и теплоснабжение. Завершается отделка жилых помещений. На площадке одновременно работают больше 500 человек. Дома введут в эксплуатацию уже летом. Также в этом году завершится строительство трех домов на улице Судостроительной. После этого права всех дольщиков Красноярского края будут восстановлены. Видно, что многое уже сделано. Сроки были названы. Сроки названы публично. Поэтому будем вместе теперь контролировать, чтобы в эти сроки все работы были завершены. Застройщик вместе с инициативной группой жильцов будет оперативно информировать всех дольщиков этого комплекса в ходе проведения работ. И, соответственно, вместе уже готовиться к сдаче этого дома, чтобы как можно быстрее жильцы получили ключи от своих квартир. Последний звонок, прогулка по закрытым столбам и предложение руки и сердца. Два дня в Красноярске провела глава Лиги безопасного интернета. Почему Екатерина Мизулина выбрала наш город и как молодежь объясняет ее невероятную популярность, расскажем в следующем сюжете. Такими криками в Ледовом дворце встречают не звезду спорта или поп-сцены. В краевую столицу прилетела глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Россия! 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 На встречу пришли больше тысячи красноярцев. Очередь у входа выстроилась задолго до начала. Есть даже ребята, которые приехали специально из Хакассии. Общалась Мизулина с молодежью пять с половиной часов. Она старается уделять время проблемам молодежи. Именно она начала эту тенденцию, а за ней уже все повторяют. Она очень широко поднимает вопрос травли в школах и буллинга. Вот это самое главное, считаю. Мизулина ответила, как относится к мату в песнях, отмене общества знания, школьной форме, о возможной блокировке Ютуб. Ютуб сказала, что сейчас предпосылок для закрытия востребованного у россиян сервиса не видит. На сцену вышел и пес Вова, из-за которого популярная чиновница смогла вылететь в наш город только со второго раза. Все вместе на встрече спели гимн. К фотосессии молодежь подошла с креативом. Кто-то пришел с лапками и ушами, попросили фото на корточках. Один школьник даже позвал Мизулину замуж. У красноярской молодежи чиновница вообще кумир. Здравствуйте, Екатерина Мизулина. Мы очень ждем вас в Красноярске. Передаем привет от 152-й школы и ждем вас всем в Красноярском. Мы ждем вас всей 13-й гимназии Академ. Ждем вас в Красноярске. Посетила Мизулина именно наш город, так как ребята из 108-й школы выиграли конкурс на самое креативное и патриотическое видео. Ежегодно 11 апреля ученики нашей школы совместно с ветеранами участвуют в митинге, посвященном Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. И на последний звонок Екатерина Мизулина приехала в Зеленую рощу. Ставьте высокие, смелые, амбициозные цели. Никогда не сдавайтесь. Идите только вперед. Во время визита Екатерина Мизулина успела встретиться с губернатором, побывать на столбах, что особенно удивило красноярцев, ведь нацпарк закрыт для туристов до 31 мая. Также вместе с красноярскими волонтерами Екатерина Михайловна отметила Международный день пропавших детей. Они зажгли свечи и посадили кусты сирени, один из которых в память об Оксане Василишиной. И в этот день ежегодно мы на этом месте посаживаем сирень погибшим детям Красноярского края, тех, кто не вернулись домой. Уезжая в своих соцсетях, Екатерина Мизулина написала, что уже совсем скоро снова собирается в наш город. Наталья Архипова, Седьмой канал. Сразу три района Красноярска остались без горячей воды. Дольше всех терпеть неудобства придется жителям Солнечного. Часть микрорайона, которая отапливается котельная РТК-генерация, будет без воды до 4 июня. А вот жителям мясокомбината ждать придется до 31 мая. В эти же сроки без воды останутся дома в контуре котельной ВРЗ. Следующие отключения намечены на 5 июня. В этот день гидравлические испытания начнутся на ТЭЦ-3. А вот во все дома, которые относятся к ТЭЦ-1, горячую воду уже вернули. Хотя изначально отключения там планировались до 29 мая. Полную карту отключений можно посмотреть на сайте СГК. Последняя неделя весны в Красноярске будет прохладной и дождливой. Температура на неделе не поднимется выше 20 градусов. Так, во вторник днем будет плюс 15. Облачно обещают и небольшой дождь. Ночью всего плюс 4. В среду температура почти такая же, но уже без осадков. Четверг станет самым холодным днем недели. В светлое время суток всего плюс 10, а ночью плюс 5. В пятницу и субботу снова прогнозируют небольшой дождь. Распогодится только в воскресенье. Обещают 17 градусов тепла и без осадков. А вот настоящие летние температуры вернутся в Красноярск не раньше начала следующей недели. Если на прошлой неделе у нас, собственно, выходные, вот как раз попадали в фон климатической нормы и выше нормы, то вот в начало этой недели у нас будет идти холод в течение всей недели. Ну и, соответственно, температурный фон будет ниже климатического. Связано это также, прежде всего, с прохождением и атмосферных фронтов холодных, а также циклонов, собственно, которые будут сопровождать атмосферные фронты. Серьезного летнего тепла ждать, по крайней мере, на этой неделе не приходится. Смертельное ДТП произошло в Ачинске. Администрация города ищет оператора школьного питания для начальных классов. Сразу две красноярки вошли в список самых молодых и перспективных. Об этом не только расскажем прямо сейчас в двух словах. Два человека погибли в ДТП в Ачинске. Автомобиль ВАЗ-2113 выехал на встречную полосу и попал под колеса грузовика. От легковушки практически ничего не осталось, она превратилась в груду металла. 30-летний водитель «Лады» и 27-летний пассажир погибли на месте. Как сообщили в ГИБДД, за рулем отечественного автомобиля был мужчина, которого ранее лишали прав, но он все равно сел за руль, а пассажир был не пристегнут. Организатора школьного питания в начальных классах ищут в Красноярске. Такой тендер появился на госзакупках. За 71 миллион нужно будет закупать и доставлять продукты, организовывать систему хранения и выкладку. А также готовить завтраки, обеды и полдники. Кроме учеников младших классов, кормить также будут малоимущих школьников с ограниченными возможностями здоровья и детей участников СВО. Сразу две красноярки попали в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Специалисты отметили успехи 17-летней теннисистки Мира Андреевой. Она стала победителем в номинации «Спорт» и «Киберспорт». За свою карьеру 38-я ракетка мира уже выиграла 6 турниров и заработала больше миллиона долларов призовых. А в номинации «Искусство» победу одержала первая солистка Мариинского театра, обладательница «Золотой маски» балерина Елена Свинко. С начала этого года в крае открылось больше 300 вакансий для специалистов по кадрам. Такие данные опубликовала крупная платформа по поиску работы. Спрос на эту специальность вырос за последний год на 45%. Самую высокую потребность в кадровиках испытывают строительные компании. Почти 20% вакансий приходится на эту сферу деятельности. Строители предлагают кадровикам и самые высокие зарплаты в районе 75 тысяч рублей, что примерно на 20 тысяч выше, чем средняя зарплата для этой специальности. Встреча с медведем едва не обернулась трагедией для жительницы Назаровского района. Дикое животное увидела женщина накануне днем в районе деревни Алтат. Она с криками чуть ли не на весь лес радостно отреагировала на Косолапова. Но это быстро закончилось, когда медведь привстал на задние лапы. Он посмотрел, кто такой шумный, находится в траве, а после просто ушел своей дорогой. Отмечу, сейчас весной эти хищники особо опасны. После спячки они голодны, и встреча с ними может закончиться большими неприятностями. Представляете, я вижу медведя! Мама, я дура! Где в Сибири живут самые красивые девушки? В Красноярске или Новосибирске? Пришло время разрешить этот спор. Битву мегаполисов решили устроить в новом сезоне проекта «Ты топ-модель». Битва сибирских городов. Участницы должны достойно представить свой город, презентовать себя и свою уникальность, пройти все конкурсные состязания, и только в финале раскроется главная интрига-шоу. Как прошел кастинг проекта, расскажет Евгений Назарчук. Какие бы вы хотели новые стороны себя открыть? Яркие. Какие только возможные. Новый сезон, новые лица. Так, в Красноярске стартовал кастинг в проект «Ты топ-модель битва сибирских городов». Эмоции участниц зашкаливают. У кого-то трясутся руки, а у кого-то дрожит голос. Это и неудивительно. Большинство из девушек первый раз выступают перед публикой. Прокачать свою смелость. Понять, что я могу получать от жизни то, что я хочу. Еще 10 мая я даже не знала слова «циклорама». Проект пришла для того, чтобы вместе с командой профессионалов, с девчонками, участницами, стать лучшей версией себя. Научиться наконец-то краситься, свои 35 лет, стильно одеваться, красиво получаться в кадре и вообще прокачаться по всем этим вопросам. Я пришла на этот проект. Знаете, наверное, посмотреть, вот всегда интересовала кухня вот этих вот проектов, да, с организационной стороны, также со стороны психологии. Были и те, кто не боится публичных выступлений. Побороть страх и привлечь внимание жюри одна из участниц решила своей экстравагантностью. Вот, помощь в Италии, я знаю, что в Италии. Этот сезон проекта отличается от прежних. Организаторы поставили цель выяснить, где самые красивые девушки в Сибири. Сразятся представительницы прекрасного пола из Красноярска и Новосибирска. Особых критериев перед ними не ставили. Участницей может стать любая женщина в возрасте от 18 до 60 лет. Размер и рост тоже не имеют значения. Цель проекта – показать непривычные модельные стандарты, а также раскрыть в каждой ее природную женственность и красоту. Проект намного масштабнее, чем предыдущие два сезона, потому что он сейчас у нас на полгода растянут. Это неспроста, потому что нам нужно успеть подготовить участниц. Мы их готовили к кастингу, чтобы они были более уверенные в себе. А после этого команда из Новосибирска приезжает в Красноярск. Мы здесь продолжаем съемки нашего шоу. Тем временем своей очереди пройти кастинг ждут другие девушки. В процессе им помогают специальные кураторы. Это участницы прошлых сезонов, которые уже знают все секреты шоу. Они подсказывают девочкам и помогают не теряться на съемочной площадке. Наш проект – это про внутреннее расширение. Девочки сюда приходят и на основе знаний моделинга, то есть они учатся позировать, они учатся ходить, они принимают себя и показывают себя настоящую, себя красивую. Красоту не только внешнюю, но и внутреннюю. Этим проект уникален. Преображение, внутреннюю какую-то опору, поддержку. Очень много психологов работают, стилистов. Новое я, новый вообще мир. По-другому начинаешь смотреть и на мир, и на обстоятельства, на себя, на людей. Вот такая вот любовь просыпается, что ее не описать. В течение проекта участницы будут рассказывать о себе и знаковых местах своего города. Участвовать в фотосессиях, уроках дефиле, актерского мастерства и экстремальных заданиях. Также участницам предстоит встретиться командами в Красноярске и жить под одной крышей в условиях ежедневной конкуренции. Победительница шоу примет участие в международном конкурсе «Мировая модель». Евгений Назарчук, Иван Нечаев, 7 канал. Успей купить квартиру в июне. Такую фразу можно сейчас услышать везде и всюду. Льготная ипотека заканчивается, платить придется гораздо больше, господдержки больше не будет. Какая именно ипотека заканчивается, какая продлится, но изменится. Есть ли основания для спешки? Будем разбираться в нашем проекте «Виды нажительства». Разговоры о том, что ипотека с господдержкой перестанет существовать, ведутся уже не первый год. Но разговоры всегда оставались разговорами. Программа льготной ипотеки все эти четыре года успешно работает. Однако сейчас большинство экспертов рынка сходятся к тому, что июнь 2024 года для господдержки 2020 станет последним. По мнению главы Банка России Эльвиры Набиулиной, льготная ипотека была полезна для экономики в качестве антикризисной меры, когда спрос на недвижимость падал. За эти четыре года спрос на первичку вырос настолько, что стоимость квартиры в новостройках ушла далеко вперед. И Эльвира Набиулина в ноябре прошлого года заявила о кричащем дисбалансе цен на вторичном и первичном рынках. А большой разрыв между ключевой ставкой и льготной ипотекой не дает покоя кредитным организациям. Представители банков все активнее заявляют, что работать с программами господдержки им невыгодно, потому что государство не полностью компенсирует эту разницу. В общем, все серьезно, все говорит о том, что изменения по льготной ипотеке точно будут. В этом уже Минфин заявил о том, что господдержка 2020, которая у нас с вами была введена в ковидные времена, прекращает свое действие 1 июля 2024 года. IT-ипотека будет действовать до конца 2024 года. Единственное, что видоизменится, но все-таки останется, это семейная ипотека. Сегодня для оформления семейной ипотеки всего под 6% годовых необходимо наличие одного или двух несовершеннолетних детей. И все. С 1 июля по этому продукту либо повысят ставку, либо изменят условия в отношении детей. И изменения эти будут точно не в лучшую сторону. Так что надо брать, пока действует господдержка и пока семейная под 6%. Ежемесячный платеж по льготной ипотеке сейчас примерно в два раза ниже от того, что платят по обычному кредиту. Важный момент. Готовые квартиры от застройщика, то есть от юрлица, тоже подходят под льготные программы. Слышим по разговорам от покупателей о том, что хотят купить готовую квартиру и идут на вторичный рынок. Застройщику даже не заглядывают. А у застройщика есть готовые квартиры с ремонтом. Входные двери, линолюм, обои, натяжные потолки, сантехника, минимальный ремонт, но так необходимый тем, кто вложился уже в ипотеку и кому нужно просто заехать в новую квартиру, расставить мебель и начать жить. Особенно это актуально для семей с детьми. Там лишних денег на ремонт бывает, что и нет. Зато есть запросы на инфраструктуру. На школу и садик, магазины и аптеки, спортивные площадки и дворы внутри домов, где дети вольготно и безопасно могут гулять. Всем этим запросам идеально отвечает семейный микрорайон Нанжуй-Солнечный, один из немногих современных микрорайонов Красноярска, где сразу были запроектированы и уже давно построены школа и два детских сада. Сейчас в строящихся домах Нанжуй-Солнечного есть еще достаточно готовых квартир с чистовой отделкой, в которые можно заехать уже этим летом и которые подходят под программы льготной ипотеки. Подробности по телефону 223-23-23. Спонсор прогноза погоды – бетонный завод номер один. Десятилетний опыт, контроль качества, разнообразие марок бетона и раствора. Собственная спецтехника. Бетонный завод номер один. Строго по ГОСТу. И теперь информация о погоде. Во вторник, 28 мая, в Красноярске облачно. Дождь, ветер северный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Ночью 7 градусов тепла, днем до плюс 15. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть твои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайберы и ватсап. Номер 8 391 2-900-333. А также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. В студии для вас работал Евгений Петренко. До встречи.